Глава российского МИДа на встрече с турецким коллегой заявил, что Москва вернется к зерновой сделке, если Запад выполнит свои обязательства. Не все украинцы хотят на войну. Некоторые из них бегут из страны и платят многотысячные взятки, чтобы избежать призыва. Украина увеличивает производство и закупку беспилотных летательных аппаратов для ВСУ. На эти цели власти страны выделили почти миллиард евро. Министры иностранных дел Евросоюза обсудили помощь Украине. Главный дипломат Джузеп Боррель сказал, что война в ней ускорила процесс расширения ЕС. Россия готова возобновить действия черноморской зерновой сделки, когда Запад выполнит свои обязательства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, находящимся с визитом в Москве. По словам Фидана, возобновление действия соглашения необходимо для обеспечения мировой продовольственной безопасности. Президент Путин неоднократно, официально, четко говорил, что как только будут приняты меры не по переговорам о российской части пакета черноморского, Но как только разговоры превратятся в конкретные решения, в тот же день мы готовы возобновить и украинскую часть зернового пакета. Другой посредник в управлении соглашением ООН также пытается оказать давление на Россию. Генеральный секретарь организации направил в Москве ряд предложений по возобновлению его действия на постоянной основе. Наряду с инициативой по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Прошлым летом был подписан меморандум между РФ и секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Россия заявила, что эта часть сделки не выполняется и отказалась ее продлевать. Еврокомиссар по сельскому хозяйству призвал продлить временный запрет на беспошлиный импорт украинского зерна в пять стран ЕС. Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию. Такую свою личную позицию поляк Янаш Войцеховский представил на слушаниях в Аграрном комитете Европарламента. В прошлом году Евросоюз предоставил Украине льготный торговый режим, чтобы поддержать ее экономику, страдающую от российского вторжения. Это сбило цены на хлеб в Восточной Европе, ограничило его поставки развивающимся странам, дестабилизировало рынок продовольствия и вызвало недовольство фермеров. Еврокомиссия решила отменить запрет к 15 сентября. Я думаю, что мы должны продолжить продолжение до конца года. Это моя позиция, что нужно, чтобы разрешить 27 лет. Мой роль является дать информацию и информировать о потенциальных рисках, которая не будет продолжать бан. До середины сентября пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника, поступающие из Украины, могут следовать транзитам через пять восточноевропейских стран, но не могут оставаться на их рынках для внутреннего потребления или хранения. На парламентских слушаниях еврокомиссар Войцеховский предложил также предоставить Киеву субсидии, чтобы компенсировать экспортерам зерна убытки. У нас есть идея, чтобы поддержать логистическое, чтобы поддержать грана, чтобы поддержать грана, когда она будет транспортирована в третьи страны. И есть идеи, чтобы поддержать, например, грана, с 30 евро, и это может быть инцентивом для трейдеров, чтобы экспортировать этот грана в третьи страны. Но эти идеи вызвали сомнения у многих евродепутатов. Они считают, что государственные субсидии могут подорвать единый рынок Евросоюза, который сам определяет цены. Некоторые украинцы отказываются участвовать в войне, несмотря на давление со стороны общества и борьбу властей с уклонистами в условиях тяжелого контрнаступления. Они бегут из страны и платят многотысячные взятки, чтобы избежать призыва. Иван дезертировал из армии и бежал из Украины через месяц после того, как вызвался воевать против вторгшихся российских войск. Он заплатил 5000 долларов за то, чтобы автомобиль с правительственными номерами сопроводил его до леса на границе с Венгрией. Моя мотивация до войны была в первую очередь связана с тем, что я патриот Украины. Я хотел воювать за свободную Украину, но увидев все ситуации, которые проходят там, кровь и тому подобное, я понял, что я лякаюсь этого. Я не могу это выдержать психологически. Отец Богдана Мариненко уже воюет на фронте. Сам же он уехал в Польшу за два дня до своего 17-летия. Он говорит, что избежал призыва, так как остался единственным кормильцем. Киев утверждает, что 6100 человек, в основном военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, были пойманы при попытке покинуть страну по поддельным документам. С начала войны власти задержали 13 600 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу. На поле боя они стали незаменимы. Беспилотные летательные аппараты – это крылья и глаза украинской армии, лишенные воздушной мощи. Они фиксируют передвижение противника и служат для корректировки артиллерийского огня. С их помощью Украина переносит боевые действия на территорию России, нанося удары по целям, находящимся за сотни километров от границы. Дроны также доставляют медикаменты на украинские позиции и помогают эвакуировать мирных жителей. Понимая острую необходимость в беспилотниках, украинские власти выделили почти миллиард евро на закупку и производство таких аппаратов для армии. Этот сектор переживает небывалый подъем. Компания «Дронлэп» также была создана после российского вторжения в Украину. Тогда в ней работал всего один инженер. Сейчас их 20, не считая более сотни добровольцев. Они изготовили более полутора тысяч беспилотников и обучили сотни украинских солдат управлять ими. На неформальной встрече министров иностранных дел Евросоюза в Испании вновь вспыхнула дискуссия о его дальнейшем расширении. Верховный представитель ЕС по внешней политике призвал их в течение месяца провести переговоры о перспективах членства с коллегами из Украины и Западных Балкан. Жозе Боррель сказал, что для этого процесса необходим определенный срок. Я думаю, что война в Украине имеет эффект коллекционного 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 процесса, который, в частности, является процессом иностранным процессом. Но, в то же время, я думаю, что это хорошо решить решение политики, решение, чтобы дать импетус политическое процессе. В связи с предстающим распространением Евросоюза на восток и юг возникают вопросы о том, как это можно сделать, не подвергая риску весь союзный проект. Как это повлияет, например, на общий бюджет ЕС? Сотрудник Центра стратегических и международных исследований считает, что планов достаточно, но желающим вступить в Евросоюз предстоит еще много работы. Сотрудник Центра стратегии только начинает понять и grapple с реальностью о том, что это означает о реформе, о том, что они будут поменять и о том, как они нужны, и как они должны поддерживать в Евросоюз. Итак, первое, как Украина способна реформироваться себя. И что мы видим, что они действительно действительно коммитет, и они получили огромную массу работы в один год, который очень впечатляет. Так же широко обсуждалась материальная поддержка Украины. Жузеп Боррель признал, что Будапешт все еще возражает против предоставления восьмого транша военной помощи Киеву в размере 500 миллионов евро. Венгрия требует убрать из списка международных спонсоров войны банк ОТП. Площадь сожженных этим летом пожарами лесов в Греции превысит 150 тысяч гектаров. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мициатакис, по словам которого больше всего пострадает лес Дадия. Пожар, бушующий там уже две недели, Еврокомиссия назвала крупнейшим из когда-либо зарегистрированных в ЕС. Выступая в четверг в парламенте, премьер вновь обвинил в катастрофе экстремальные условия климатического кризиса и длительную волну жары. А также рассказал о мерах, которые предпринимаются для защиты лесов. 100 drones που θα μπορούν να παρακολουθούν ευαίσθητα σημεία, πολλές φορές και με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να μπορούμε να ενημερωνόμαστε αμέσως για μια εστία φωτιά όταν εκδηλωθεί. На прошлой неделе, в результате пожаров в пограничном с Турцией Департаменте Еврос, погибли 20 человек, большинство из них мигранты. Эксперты называют ситуацию в одном из самых бедных районов страны экологической и экономической катастрофой. Индийский луноход подтвердил наличие серы на южном полюсе спутника Земли. Как сообщили в Индийской организации космических исследований, на Луне также обнаружены кислород, железо, алюминий, кальций, хром и другие элементы. Поиски водорода продолжаются, отметили в космическом ведомстве. Третья по счету индийская лунная экспедиция рассчитана на 14 дней. Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне после СССР, США и Китая.